Добрые ранницы! У эфиры информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Делегаты от Гомельской области на 5-м усебелорусским народным сходе собрались и в областном центре. На парадку дня анализ социально-экономичной ситуации в регионе и удокладнение вопросов, которые необходимо обмерзнуть на форуме. Алексей Церов подчеркнулся выказанными думками. И еще раз обмерзнуть вопросы, которые действительно хвалят жахару региона. Минулая пятигодка для Гомельской области была довольно продуктивной. По шаргу показчиков регион лидер в Беларуси. Станучая динамика значена практически во всех сферах. Реализованные инвестпроекты дозволили выпускать продукцию, якая по якости не соступая замежным аналогам. Причем модернизация прошла на предприемствах, которые вызначают экономику в области. Мазерским НПЗ, БМЗ, Светлогорск, Химволокно, Спартак, Речица и Гомельдрев, Мазерсоль, Гомельшкло. Разом с этим сегодня необходимо вести разговор об больше активном развитии приватного сектора. Доля малого бизнеса в нашем бюджете за пятеретку выросла на 10% пунктов и составила 23,5% в областном бюджете. Это очень хороший показатель. Но мы могли бы больше. Поэтому мы ставим очень напряженные задачи на новую пятеретку. И очень хотелось бы, чтобы и законодательно, и административно мы на уровне республики все эти моменты поддержали. У денег пятого всебелорусского расхода от Гомельской области переконаны. Головная увага на форуме повинна быть нададена экономичному блоку. При том, что некоторые представники региона принимали удел у распространства проекта социально-экономичного развития Беларуси на наступную пятигодку. На думку делегатов, сегодня очиная экономика повинна быть больше конкурентно-здольной, а тому необходимо уличивать все сусветные тенденции. Ситуация 2010 года, 2012-2013, она немножко не такая, как сейчас. Сейчас мир ушел очень далеко вперед. Вышли на первый план новые технологии, новые проблемы в экономике. Это, например, падение ценной энергоресурсы. И сейчас нам нужно принять новые решения, для того, чтобы экономика и социальная сфера адаптировалась к этим новым тенденциям. У каждого делегата Пятого Всебеларусского народного схода свой погляд на дальнейшее развитие беларусской державы, який в первую очередь залежит от профессии человека. Медики разважают об плюсах и минусах страховой медицины. Представники аграрного сектора кажут об необходности больше рационального расходования сродков и беражливости на справе, а не на словах. Курсант Гомельского инженерного института МНС Вольга Мельченко, человек с активной житевой позицией, стипендриат специального фонда президента по потребности Толиновитой молоди, член Республиканского студентского совета, первомышленного конкурса профессионального мастерства, на форуме, жадая почуть меркования, на конт створения для населения БОЖ, обеспеченных умов життя. Об обеспечении будущих поколений необходимо клопотиться зараз. Начиная с самого детства, обучая детей вопросам безопасности и том, как необходимо вести себя в различных ситуациях, можно будет в будущем с уверенностью сказать, что будет общество, в котором можно будет минимизировать потери, минимизировать ущербы и иметь объединенное общество и социум для того, чтобы решать какие-то вопросы и ситуации различные, проблемные. Олег Синтюров, Валерий Гопанько, телерады компания «Гомель». Сегодня у кинотеатра «Мир» отбудется посаджение коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облыва Конкама. На парадку дня тема киновиды обслуговывания сельского насельництва региона и шляхи по удосконалению этой работы. Сюроду дельников коллегии, керавництва в области и представники Министерства культуры Республики Беларусь, керавники киновиды предприемствов. Подробязности в наших наступных выпусках. У Гомель пройшло первое посаджение областной комиссии по контролю за ходом подрыхтовки и проведение уступной кампании. У Комитета державного контроля запросили так само представников пунктов тестирования и навучальных установ. Основанную увагу на посаджение надали пытанием проведение первого этапа уступной кампании, централизованному тестированию. Все лета оно пройдет в период с 13 до 27 червеня. Что касается пунктов тестирования, то на Гомельщине яны будут находиться у Мазырским педагогичным университете, Светлагорским державным индустриальным колледжи, Гомельским державным университете, Гомельским технічным университете, Беларуским державным университете транспорту и в Белорусском хандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией. Тестирование будет проводиться по 15 предметах, в першем зиких станет белорусская мова. Хочу напомнить, что в текущую вступительную кампанию в Комитете государственного контроля работают горячие телефонные линии, на которые абитуенты и их родители могут обратиться по волнующим их вопросам. Ее телефоны 23 83 86. Сьогодні навученцы Гомельской области урочисты развітаются со своими альма-матер. Во всех школах региона пройдуть выпускные вечери. Целеты атестаты будут уручены больше, чем 8,5 тысяч выпускников 11 классов. Атестаты об базовой эдукации отрабатывают каля 14 тысяч выпускников 9 классов. Традиционные выпускные отбудутся на базе школ, ліцеев и гимназии. А кроме урочистой частки, уручения атестатов и медалей запланованы танцевальные программы и конкурсы. У Гомеля узнагороджывали переможцев областного конкурса сирот сельских советов. Тих, кто лепшим чином выращая пытания житцезабеспечения насельництва, запросили на ушанование на сессию областного совета депутатов. Дипломы, падяки и грошовые премии отримали лепшие городские, поселковые и сельские советы, а так само органы территориального грамадского самокерованья. У минулым годзе я нелепш за остатних займалися доброупорадкованием своих населенных пунктов, притягывали земляков до разностайной грамадской работы, працывали с семьями, яке знаходятся у социально небезпечным становищем, экономили энергетичные ресурсы. Вогаля критерия у оценки органов самокерованья шмат, и для перемоги треба вытримать серьезный конкурс. Нас отличает вовлечение земли все вооборот. Большое количество земли мы вовлекли, и уже в прошлом году по осени наше хозяйство из больших массивов, которые освободились, получили хорошие урожаи. Мы очень много сделали для деревни, для села, городка. В первую очередь мы сделали полное все ограждение для городка и сделали благоустройство кладбища. И что задумались сделать большую архитектурную форму в настоящее время. Заховать память об Великой Айчинной войне и не дозволить перейначивать историю. Такие меты ставят перед собой удельники науково-практичной конференции, якая пройшла у Гомеле. У областной библиотеки имя Ленина собрались и представники гомельского Аблова-Канкама, Национальной академии наук Беларуси, установ высшейшей адукации и культуры. Напереда дни 75-ти годзе початку Великой Айчинной войны яны в черговый раз узнимаются актуальные проблемы до следования одного из самых тяжких передов в истории Беларуси. Сирот удельников не только ауторитетные навуковцы, але и студенты, яким таксама пропоновали выступить с докладами. Сирот тем, які обмерковывают хронология боев за Гомель, покарание мирного насельництва, партизанский рух. С надыходом лета и отпускной пары многие стали задумываться, куди отправиться на отпочинок и який его вид обрать. Что пропонуть нам замежные и беларусские турагентства и як организовать свой отпочинок с максимальной корыстью для здоровья и кошелька, высветляла Вероника Ворошилина. Вот и каждый из нас хоть раз в год имкнется сменить звыклые городские пейзажи, на морские курорты, цікавые экскурсийные поездки або оздоровления у санаторы. Які маршруты сёня з'являются найбольш популярными, а головные доступными для жахаров наших регионов, поспробуем разобраться разом. У гэтым сезоні найбольш запотребованными сіроджихара у Гомельщины з'являются туры с вылетом с Гомеля. На сёнях это Болгары и Черногоры. Европейские напрямки, такие як Испания, Италия, Греция, крыху сбавили свои позиции. Многих туристов отпудживая необходная процедура – биометрия, або, простей кажучи, отбитки пальцев. Для ее проходжения часом доводится ехать у Минск, бо ященню все визовые центры есть у Гомеля. Новинкой же сезону, на яку туроператоры ускладают великие надеи, зараз з'являются отпочинок у Грузии. С 18 июня стартует у нас чартерная программа «Минск-Батуми». Предлагаем мы хорошие варианты размещения в Батуми, в близлежащих поселках. Это безвизовое направление. Еще один плюс в этом направлении в том, что отдых там достаточно недорогой. Что тыжится ценового депозону, бадай самым выгодным по цене якости вариантам на сёня з'являются Болгары. Отпочинок у этой краине в залежности от думов харчавания и проживания разом с вылетом с Гомеля на 9-10 ночей у середням будет каштовать от 300 до 500 евро на человека. Черногорая обыйдется крыху дорожей от 400 евро без харчавания. Самыми элитными вариантами пранейшему застаются экзотичные Мальдивы и Сейшелы от 3 до 5 тысяч долларов на двоих. Дарайше зараз у двоя знизились кошты на отпочинок у отелях класса «Люкс» у Турции. Так само в этом сезоне бывают выгодные пропановы гаражах туров, как, например, отпочинок у Испании усього за 750 евро на двоих при умове открытой визы. У целом европейские туристичные направки займают середину ценовую приступку. Мы рекомендуем в европейских странах туристам брать питание полупансион, это завтрак и ужин, чтобы максимально уже было оплачено питание при отдыхе. Это обойдется около 600 евро, 500-600 евро человека вместе с перелетом. Пропонуют же Харам Гомельшиной шмат цикавых белорусских турпослуг. Сиротные больше запотребованных айчинных экскурсийные маршруты призваны рассказывать про богатую историю и культуру нашей родной земли. Это уникальные палацово-парковые установы, такие, как Мирский и Несышский замок, Палас Румянцевых и Паскевичев, знакомитые святыни у тем лику город Туров и иншие знаковые места, которые привавливают свою пыгажостью и спрадвешностью мясцовых и замежных туристов. Треба означать, что кошт таких поездок является вельми доступным. Он варьируется от 80 до 500 тысяч белорусских рублев. А в прошлый час в Беларуси активно развивается и вытворчивый туризм. Это экскурсия на ведущие предприемства краины с дегустацией продукции. Так само не губляет свою актуальность отпочинок у агро-эко-садибах. Их на территории Гомельшины размещается больше 200, а деканом – до вип-класса. Тут пропонуют самые разные на промке отпочинку от лазни, рыбалки, поливания до сплава на туристичных байдарках. По раннейшему запотребованным изъявляются и белорусские санаторы. Дарыша одним оздоровлением тут совершенно так само не обмежевываются. Мы сотрудничаем с санаториями, когда людей забираем прямо из санатория и везем на экскурсии. Да, если это недалеко от Гомеля, это может быть Гомель, это может быть Красный берег, очень интересное направление. Это может быть Рогачев, это может быть Чечерск, музей хлеба. То есть санаторно-курортное лечение, которое направлено именно на лечение, оно не является таковым, потому что люди не только лечатся, но и познают что-то. Отправиться гэтым летом отпочивать на замежную курорт або застаться у родных белорусских мястинах, кожный выращая сам. Головное не забывать при гэтым об мерах особистой безопасности и проводить час выключено с добрым настроем. Вероника Варашилина, Игорь Марышенко, телерадоэкомпания «Гомель». И у протяг темы мы вырошили поцекавиться, як планують провести гэтое лето гомельчане и кудэны сё лето сбираются отправиться на отпочинок. С гэтым пытанем наши корреспонденты вышли на улицы областного центра. Я сам не планирую, но семью отправлю куда-нибудь на море. Но считаю, что это лучший отдых на море. Лето начинается, особенно у студентов, в июле, поэтому сначала поллета придётся сдавать что-то, а потом, скорее всего, дача, огороды. Собираюсь работать, в лагерь ехать. На первый созыв. На второй созыв, наверное, поеду на море, а третий созыв поеду в Швейцарию. Вообще собираюсь так. Планов каких-то особо пока что и не было. Если раньше я ездила к дедушке в Россию, то этим летом, скорее всего, я никуда не поеду. Но отдыхать, наверное, вряд ли тоже получится, потому что много работы, много дел, много планов. Сегодня у программе «Добрый вечер! Гомель» вас чекает сустреча с выкладчицей Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны литература-знауцей Натальей Сусловой. «Кали цябе нема у интернеті, цябе нема на огул». Так выказал свою думку про распаусюджувані сучасных информацийных технологій американский предпринимальник Билл Гейтс. Электронная информацийная сетка уплывая сёння бадай на кожный бок нашого життя, у тым ліку і на мовную творчасть. З'явився навад особный напрамок развития сучасной литературы так званая сетковая литература, якая існує только на просторах интернета. Што гэта такоя? Чым сетковая литература адрозніваецца адстрадыциной? Про гэта кандыдат філологічных навук, доцент кафедры русской і сусветной литературы ГДУ ім'я Франциска Скарыны Наталья Суслова расскажа пачас сустрэчы з вядучым Сергеем Краснобородам у программе «Добрый вечер, Гомель» сёння ў 19.30 на каналі Беларусь 4. І гэта була пошні інформація нашага ранішніга выпуску. У студы працывала Наталья Ігнатєнка. Я і мая колеги жыдаем вам удалага дня. До новых сустрэчу ефіры. Субтитрувальниця Оля Шор